Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ещё раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, в эфире программа «Радиоблог». Со мной в студии Игорь Цесарский. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня понедельник, сегодня последний день февраля. И у нас такая должна была, по идее, быть. Но я надеюсь, что ещё будет встреча троих людей, которые заинтересованы в той теме, что будет сегодня рассмотрена. Но тема, как вы понимаете, это Украина. И я не мог не пригласить свою соведущую ТВ-клуба «Континент», нашего самого яркого публициста, нашей мидиа. Это Елена Пригова из Нью-Йорка. Елена, привет. Привет. Нет, я даже не знаю, из Нью-Йорка ли я, потому что я последние несколько дней нахожусь в Киеве. Да, я понимаю. Я постоянно мысленно, поэтому будем говорить об этом. Ну, да, но это понятно будет. И понятно и так всем, кто следит за твоими публикациями, за тем, что мы записываем. Я думаю, что это всем понятно. Но помимо этого мы хотели соединиться ещё с Европой, с Григорием Амнуэлем, который в Варшаве. Вот. Но пока не получается со связью. Серёж сейчас попробует сделать. А мы пока, наверное, начнём. Лена, состояние твоё я понимаю, эмоциональный фон, который присутствует у всех нас, тоже нашим слушателям понятен. Я бы хотел, наверное, для начала какие-то последние новости с фронта, какие у тебя есть. Новости с фронта, получается, у нас по 100 новостей за минуту. Для этого нужно сидеть 24 часа в сутки, как это делаю я, без сна. На каналах украинских. Потому что если у нас... Я сразу обращаюсь к радиослушателям. Если у нас есть те, кто продолжает смотреть «Соловьёвщину» и смотрит русские каналы, то для вас будет шок. Потому что идёт отечественная война Украины против фашистского захватчика России. И по-другому никаких вариантов нет. Потому что идёт война на территории Украины, погибают люди. И в настоящий момент, вот только что, президент Зеленский огласил последние данные 16 погибших украинских детей. 36 ранены. Я вас хочу обрадовать, господа, надевающие на себя колорадские ленточки и под триколором радующиеся тому, что происходит. Президент Зеленский привёл данные количества погибших россиян на территории Украины с четверга. Значит, я могу вам сказать, что эти данные уже обновлены. Потому что он пока привёл те данные, которые были вчера. 4500 российских. Я думаю, объяснять не надо, что это такое. На сегодняшний день только что новостная лента Украинского новостного агентства сказала, что уже 5300 на 28 февраля. Как вы понимаете, 5300 погибших россиян за неполные 5 дней. И все сказки, которые рассказывают пленные о том, что они заблудились, о том, что они не знали, куда они едут, о том, что они не знали, что происходит. Такое впечатление, что им дали просто эту инструкцию, и они по инструкции продолжают рассказывать миру сказки. Но мир как бы немножко тоже уже научился понимать, поэтому не понимает этого, не верит этому. И у меня как-то непонятно, кадр смещается всё время. Мир этому не верит. И поскольку мир не такой глупый, то мир принимает санкции. Далее. В течение последнего часа, я просто буду зачитывать, что происходит. В течение последнего часа уже было 6 налётов на Киев, 6 авиаударов на Киев. Я хочу сразу сказать, у меня в Киеве находится старшая дочь и двое внуков. Поэтому вы понимаете, как я воспринимаю всё, что там происходит. У меня в Киеве находятся все друзья, которые стоят и пошли в оборону. Мы записывали с Игорем интервью с разведчиками, которые там есть. Россия, я не буду называть российские войска, Россия. Вот эта страна-агрессор сейчас использует украинскую символику на своих танках. Это то, что вот последние данные. То есть раньше они отмечали буквой ЗИ, теперь они используют украинский флаг. Вот этот самый украинский флаг, который у меня здесь висит, который висит на моём доме и который висит на моей машине. И я хочу вам сказать, я счастлива, что этот флаг висит у меня и на доме, и на машине. Потому что я вижу реакцию моих американских соседей. Я вижу реакцию американских моих друзей. Я вижу, как элементарно машину под этим флагом пропускают, вот когда вы на трассе едете. Я с гордостью могу сказать, что я никогда в жизни, в кошмарном сне, не могла представить, что произойдёт в 21 веке на моей родине. Я говорю с гордостью, потому что я горжусь украинским народом. И я не могу сказать, что я относилась до определённого времени к тем людям, которым нравился президент Зеленский. Но вот этот актёр, вот этот 44-летний актёр, он сейчас свою главную в жизни роль выполняет с таким достоинством, с таким профессионализмом. И я просто могу ему рукоплескать за то, что он делает по отношению к своей стране, к своему народу. Поскольку ему досталась такая тяжёлая доля. Вы понимаете, что досталось вот этому человеку, который далёк от всего этого был? Ему досталась война. Ему досталось руководить страной во время войны. И он выдержал и выдерживает это с таким достоинством, с таким уважением к себе. Поэтому спасибо, что они есть, спасибо за то, что они делают. Спасибо, прежде всего, украинским военным, которые умеют воевать и всегда умели воевать. Лен, что очень хорошо на самом деле, что мир вот сегодня, как мы видим, не остался равнодушным. 14-й год мы наблюдали реакцию, и вот он породил 22-й, мы это тоже понимаем. И слава богу, что во всех городах американских, вот я специально смотрел в том же Фейсбуке, мы напечатали материал о том, что происходило в Чикаго, кто смог там был. И там были митинги, там очень много наших, скажем так, русскоязычных, украиноязычных людей были на этих митингах с украинскими флагами, с поддержкой и так далее. Сейчас собираются посылки, которые туда отправляются, я в курсе этого дела, и тоже очень серьезно идет сбор и денег, и любой другой помощи. Понимаешь, мир не молчит, и это, наверное, очень важно для тех, кто с оружием защищает независимость. Вот что ты можешь на эту тему сказать? Я могу сказать, что мир объединила общая беда, потому что непрекрасный мир понимает, что Украина – это вот трамплин идти дальше. Это мне напоминает, знаешь, как вот Венская битва 1683 года, когда объединенная Европа остановила Атаманскую империю. Вот это примерно то же самое. Если кто-то думает, что Российская империя отличается от того, что было там, она точно так же кровожадна. Потому что люди, которые идут убивать другую страну по придуманному предлогу, который просто вот Грузия была, Приднестровье была, Чечня была. А до этого, если посмотреть всю историю Российской империи, то там ложь на лжи и кровь. Кровь. Кровь каждого из народов, которые, в общем-то, были завоеваны Российской империей. И потом пришел 1939 год, и просто фашисты немецкие оказались немножко проворнее наших. Просто чуть-чуть. Но дальше они разделили то, что они могли разделить. На сегодняшний день, если есть харьковьяне, харьковчане, я уже, я прошу прощения, все языки, потому что по-украински работаю сейчас, в украинском эфире. 37 в Хайкове раненых, 2 детей и семья, 3 детей заживо сгорели. Подумайте, о чем я говорю. Подумайте, о каком страшном я сейчас говорю. Ты сказал о мире, который объединился. Ну, мир вроде бы объединился. И даже за всю последнюю историю двух столетий Швейцария закрыла банки свои для России. Ну, такое тоже бывает. Они не закрывали это все, не замораживали. Даже при Гитлере они этого не делали. Даже во время войны. Алло. Здравствуйте, мы вас видим. А вот и, наконец, слава богу, появился Григорий Амнеэль. Гриша, привет. Из Варшавы. А я вообще как-то непонятно куда ты исчезла. Ты не исчезла, ты на месте. У меня вас даже две. Ой, как хорошо. Меня не поднимает. Я прошу прощения, я просто закончу. Да, конечно, сейчас мы тебе дадим слово тоже. Мы говорим сейчас о Европе. Так вот, при всем при том, что мы так восторженно говорим о том, кто присоединился и что происходит, Венгрия запретила транзит летального оружия для Украины через свою территорию. Это тоже говорит о многом. Это говорит о той Венгрии, в которой есть человек, который очень любит Путина. Вот этим все сказано. Абсолютно все сказано. Но вы знаете, меня сегодня утром, я написала об этом, я поставила, меня поразила вот чисто по-человечески фотография, на которой телефон. Телефон Леши. Нет и Леша. Был Леша. Леши уже нет. И на этом телефоне переписка с матерью. И он пишет свои последние слова. Знаете, очень тяжелые чувства, потому что у меня нет жалости к этому Леше. Потому что у меня нет жалости, у меня жалость есть к матери, которая потеряла сына. Но у меня вопрос к этим материалам, которые уже потеряли 5300 своих сыновей. А вы должны были стать у каждого военкомата. Вы должны были стать на границе и своими телами своих детей защитить. А теперь не обессудьте. Ваши дети, которые стали двухсотыми, они вернутся в Россию. А может и не вернутся. Потому что вчера на протяжении целого дня украинская сторона обращалась к Красному Кресту, чтобы Красный Крест помог вывести вот эти трупы. И отдать их, отдать их опять земле, предать в России. Но, знаете, глухие и слепые ведут таких же глухих и слепых россиян. И поэтому их дети, их дети остаются просто трупами, которые смердят на территории Украины. Лен, давай вернемся мы к нашему другу Григорию. Гриша, расскажи, что происходит в Варшаве. Как, в общем-то, отношение властей к этой войне мы знаем. А что ты наблюдаешь, помимо того, что, в общем-то, с официальных источников идет? Расскажи свои впечатления как публицист, как журналист. Ну, прежде всего, я вначале буквально два слова добавлю к тому, что только что было сказано. Было сказано очень трагично и правильно. Есть еще более страшный факт. В наборе техники российской армии в Украине появился еще автоматически современный действующий крематорий. И дабы не повторять страшную историю поезда-рефрижератора, который стоял после Грозного в течение десятка лет на запасных путях под Ростовом-на-Дону, теперь на месте сразу за войсками идет крематорий, который превращает вот эти самые мальчиков в мужчин, кого-то обгоревшего, кого-то просто убитого, в пепел. Это делает государство. Потому что эти мальчики ничего не стоят, их никто не считал при их жизни, их никто не хочет считать и после их смерти. И таким образом стираются все следы. Потому что потом, когда нет могил, нет трупов, очень просто повторить замечательную фразу «Нас там нет». И это действительно очень страшное. До этого, в общем, по-моему, еще ни одна армия ни на одной войне ни в какие века не додумывалась. Это очень страшная характеристика одной «великой» страны. Касательно того, что происходит в Польше, я думаю, что в Польше происходит большое и очень важное дело. Происходит чудо, если хотите. Я думаю, что агрессору удалось перевернуть действительно очень тяжелую, очень кровоточащую страницу истории Второй мировой войны. Когда в силу тех или иных националистических течений, именно по границе Украины и Польши, по той границе, которая была нарушена еще в 17 сентября 1939 года, прошла, может быть, самая страшная коса смерти, которая косила всех направо и налево. Где чудовищность преступлений всех против всех была гигантской. Где все уничтожали всех. Вот сегодня все погранпункты Польши открыты. У меня уже за стеной человек, который вчера приехал по моему приглашению сюда из Украины. Поэтому у меня, что называется, сведения из самых первых уст. Как только вы пересекаете границу, а у многих нет даже документов, в основном это, конечно, касается женщин, детей, стариков или пенсионного возраста мужчин. То есть мужчин старше 62-х лет, ну вот такой барьер поставлен. Потому что все остальные, безусловно, должны защищать свою родину. Ну, в общем, людей не надо призывать к этому, потому что действительно в Украине, ну, скажем, от 14-летнего возраста до самого последнего возраста все вооружаются. Вооружаются, может быть, кому-то покажется смешным в 21 веке, коктейлем Молотова, который сейчас самый популярный коктейль на территории Украины. Как когда-то в 1939-1940 году в Финляндии, когда роздана масса оружия. Да, это стрелковое оружие, это оружие не того, которым бы надо было. Но когда речь идет о том, что это полный город вооруженный, когда количество людей с оружием – это практически все остающееся население в любом городе, и прежде всего в Киеве, в столице Украины, то это гигантская армия, и это армия, которую надо будет всю уничтожить или убить, либо она вас убьет, господа, товарищи оккупанты. Гриш, спасибо. Я хотел бы еще у Лены спросить, которая действительно мониторит, как она говорит, 24 часа. Это не фигура речи, это так оно и есть. Как она говорит. Нет, я говорю, что, Лен, это не фигура речи, это так и есть. И скажи, пожалуйста, вот, наверное, все-таки интересуют слушателей, чем закончились переговоры, которые случились вот сегодня? Ничем. Ничем. А чем они могут закончиться? Я просто рекомендую всем посмотреть фотографии с этих переговоров. Значит, украинская делегация прибыла, как говорится, с фронта, а тут сидят напыщенные вот эти вороны черные, которые делят чужую страну, делят чужую историю. Они делят народ чужой. Лен, можно я вас поправлю? Это не черные вороны, это серые мыши. Называть черным вороном Мединского – это огромный комплимент для него. Нет, я там же, кроме Нигинского, я посмотрела на руководители. Все остальные еще хуже. Крысунов – это просто. Там мрази сидят, простите, я вот это слово использую по отношению «сидят мрази». Фашисты. Вот они сидят, они мне напоминают вот тех, кого потом нужно, когда сдернули просто после Нюрнбурга. Вот это вот все, кто там сидит, я их вижу абсолютно в 46-м году уже осенью, я их вижу на веревках, потому что я не кровожадная. Нет, спасибо Господи, я не кровожадная. Но я вижу вот этих мразей, которые устроили миру, Армагеддон миру. И когда мне что-то кто-то начинает говорить, вот сегодня Украина написала заявление в Европу. Европейский союз. Европейский союз, да, принятие. Я уверена, что их примут. Я уверена, что их примут. Сегодня, вот именно сегодня, в эти часы, американцы поставили, как говорится, на вид 12-российским дипломатам из ООН о том, что к 7 марта они должны убираться из Соединенных Штатов Америки. И вот это наш ответ, как говорится, керзону. Мы показали свою карточку «ИНАФ из ИНАФ». И когда закрываются банки, когда закрываются, вы меня извините, когда British Petroleum, когда Shell прекращает сотрудничество с Россией. И при этом у меня вопрос к нашей американской стороне. Ведь американцы продолжают, особенно вот то побережье, западное побережье, там прекрасно себя чувствуют россияне. И когда мне говорят о политиках, которые, простите, с яйцами или без яиц, то у нашего они в смятку. Я говорю о Байдене. Так, ну это... Не знаю, не знаю, смятку или как, мы уже трудно сказать. От всего этого. Но вы, простите, конечно, русский язык великий и могучий. Я никогда такое количество русского отборного мата не слышала абсолютно без пикания, а просто, вы знаете, открытым текстом. Русский военный корабль, иди нахуй. И я не стесняюсь, я женщина, не стесняюсь это произнести, потому что из песни, как говорится, слов не выкинешь. Так что все, кто собирается, знаете, к нам с мечом приходить, пойдут как вот этот корабль. Да. И, кстати, на демонстрациях во многих городах вот эта кричалка, она присутствовала, не просто присутствовала, а люди вполне себе интеллигентные позволяли себе вот это, потому что вот некое чудище, сидящее в Кремле, оно добилось того, чтобы весь мир, все люди возненавидели. Игорь, я сейчас, короткие буквально ремарки, для того, чтобы немножко... У тебя полминуты, мы уходим сейчас на перерыв. Даже порнохаб, даже порнохаб забанил Россию. Правильно, нечего ему туда лезть, раз он такой. Хорошо, друзья, мы вернемся через буквально 4-5 минут, и оставайтесь с нами, если вы захотите задать вопросы сегодняшним гостям Елене Приговой и Григорию Амнуэлю, то пожалуйста. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Друзья, мы возвращались в эфир. Мы это Игорь Цезарский, Елена Пригова и Григорий Амнуэль. И мы продолжаем обсуждать события в Украине, события, которые действительно занимают всех нас, но уже при вашем участии. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел сказать, что я, конечно, полностью поддерживаю все, что было сказано относительно войны. А вопрос у меня всего один. А подскажите, где был ваш праведный гнев и такие эпитеты, когда 8 лет бомбили Донбасс? И были и дети почти 400 погибших. И все остальное. И не был ваш праведный гнев. Да, вот сейчас мы объясним, где он был. Поставайтесь на линии, сейчас вам Лена объяснит. Я готов. И Гриша потом следом. Отключите Соловьева, отключите всю русскую пропаганду, которая выливается потоками на ваши головы. И тогда вы узнаете, что все, что вы говорите, сделали непосредственно те, кто вторглись в этот Донбасс с востока. Все, кто сформировали там вот эти квази ДНР и ЛНР, бандитские, бандитские абсолютно формирования. И те, кто продолжают вот там вот устраивать вот этот русский мир. Вы меня знаете, напоминаете человека глухого и немого. Глухого, потому что у вас, наверное, нет средств информации, чтобы услышать, кроме Соловьевских. Кроме российско-пропагандистских. А немой, потому что вы ничего сказать не можете, кроме вот этой заоченной фразы, которая выливается именно в таком виде, именно из Москвы. Вот это вранье и ложь сегодня привела к войне, полной, полномасштабной войне в Украине. Потому что что делает Путин и его клика в Украине? Они от нациков. Вы понимаете формулировка? От нациков. Они всю нацию, всю украинскую нацию, весь народ назвали фашистами и пришли освобождать Украину от украинцев. Потому что ему нужен большой один русский мир. Потому что Украину он не видит как Украина. Достаточно было ровно в прошлый понедельник послушать, что этот сумасшедший, что этот съехавший окончательно ублюдок, я вот так говорю, Путин говорил об истории Украины. Дальше уже не о чем говорить. Вот сидит сейчас Григорий, он сидит в Польше. Когда-то Речь Посполитая вместе с Украиной и княжеством литовским давала хорошо прикурить Москве. Вы знаете, я хочу вам напомнить, что Сокая Дачная в 1620 году был уже в Москве и сжег ее. Я надеюсь, что будет то же самое. Потому что кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. А пока что у меня радостная новость из Польши, господа наши хорошие. Украинская авиация только что пополнилась семьюдестью самолетами. Это не только сегодня. Пилоты уже в Польше. На авиабазе в Польше перебазировались Болгария. МиГ-29-16 штук. Болгария Су-25-14 штук. Польша МИГ-29-28 штук. Словакия МИГ-29-12 штук. И здесь будет и обслуживание, и все как положено. Они будут выполнять боевые задания. И еще приятное. Терминал и Старлинг для спутникового интернета Илона Маска уже в Украине. Так, Лена, спасибо. Гриша, ты хотел что-то добавить. Я добавлю несколько слов. Лена абсолютно все правильно сказала. Человеку, который это сейчас нам позвонил и произнес, Неплохо вспомнить фамилии, или точнее клички, Гиркина, Стрелкова, Моторолы и прочих людей. Одних, к счастью, отправили в то место, где им и следует быть. В аду, где должны гореть все убийцы. Другие пока что еще живы и вполне себя здорово чувствуют в Российской Федерации. Вот если бы они не совершали своих преступлений, против которых нормальные люди выступали еще 8 лет назад, так же, как выступали в 2008 году против преступлений, которые творились на территории Грузии, как выступали против преступлений, которые творились на территории Чечни, Так что это все было. И детей, которых убивали, и женщин, и стариков, и мирных жителей, и мужчин даже в том числе мирных. Мужчины тоже бывают мирными, представьте себе. Мы никогда со счетов не сбрасывали. В отличие от тех, кому вы, видимо, готовы рукоплескать. И кто до сих пор не может даже подсчитать всех жертв Второй мировой войны в своей стране. Гриша, извини, там уже много звонков, мы попробуем принимать. Господа, будьте короче. Спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте. Во-первых, Леночка, большое спасибо за такую чудесную информацию о самолетах. А во-вторых, я хочу вспомнить, только вы не обижайтесь, я в прошлый раз говорила, что что-то будет, но даже я не предполагала, что будет такая навала. Что будет по всему, по всей длине границы, включая белорусскую, наступление такое, это ни у кого не укладывалось. Я думала, что будет как в Крыму. Ну, как говорится, этот чудоед совершенно сошел с ума. Я хочу рассказать маленький эпизод из того, что было вот в пятницу, моя соседка должна была сдать в АБТ телевизор, и за ним приехали два парня американских, ну, чтобы, ну, грузчики как бы забрать. И вот едем, мне нужно было помочь, я открыла, я дверь внизу, и едем в лифте вверх, а один мне говорит, он, наверное, пойдет на войну, на второго показывает. Я говорю, на войну? Что ты имеешь в виду? Он поедет в Украине помогать. Я говорю, я просто обалдела, понимаете? Еще тут как бы ничего такого не разъясняли, обычные простые ребята, он вообще, которые собираются идти на войну какого-то американского типа. Извините, у нас еще звонки, комментарию конец, все, спасибо. Лен, у нас звонки, извини, это, понимаешь, комментарий будет один за другим, давай лучше мы вопросы примем. Слушаем вас. Здравствуйте, на фоне трагедии, все же одна хорошая новость, произошло не одна, а очень несколько, вот FIFA, UEFA. заблокировал выступление сборной России. Да, мы в курсе, у вас есть вопрос? Мы в курсе, вы в курсе, да, да. Не только сборная России. Да, 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 спасибо, вот у меня один такой маленький вопрос. И у меня трагедия тоже. Да, вопрос, пожалуйста. И футбол, и не только футбол. Нет, пока, Лен, пока еще не все некоторые федерации пока что еще проявляются половичные. Я просто говорю об постановлении Олимпийского комитета. международный олимпийский комитет господа дайте мы примем вопрос звонок и мы тогда ответим дать слушаем вас не может я не расслышал вы сказали венгрия разрешила транзита оружие в украине но я неправильно услышал но дело не в этом ребята тот кто говорит про донбасс где авиация там никогда украинская не бомбила не только сейчас товарищ позвонил из киева я сам киевлянин барабаны сам 5 полностью белую церковь бомбят полностью путин решил таким способом добиться потому что ничего не получается наземная операция гасомель прибыл новый полк чеченцев но если кто смотрел я для того мужчины это говорю выступление керми сегодня на 60 минут который этот ублюдок который сказал а кто вам сказал что цель путина украина и все да мы дальше пойдем ну понятно спасибо за ваш комментарий еще звонок примем добрый день слушаем вас алло сереже дальше окей хорошо нет лена продолжайте тогда там о чем сказала вот эта женщина вот это мой телефон в этом телефоне послание от моей дочери которая живет здесь которая американская девушка 24 лет значит ее друзья пишут ей ее американские друзья пишут ей со всего мира так случилось что они в разных концах один мальчик парень который профессиональный marine то есть вы понимаете о чем речь идет он специально предлагает вот здесь четко и ясно передай маме чтобы она перелила и всем отправила ребятам в украину каким образом инструкция полностью которую используют американские морские котики каким образом сражаться с городскими в городских условиях станками вы понимаете о чем речь идет вы понимаете а о чем вообще идет речь весь мир порядочных людей хочет помочь и вот такие вот здесь русскоязычные живущие в чикаго своем русском мире которые не не могут даже открыть по английски что-то прочитать и понять что происходит вот они приезжают сюда и только что вот только что вашингтон пост секундочку нет эрик свауэлл зачем далеко ходить он призывает всех русских студентов дословно написано kicked out то есть под зад из американских университетов окей понятно гриша у тебя что добавить я хочу ну во первых сказать что действительно вот на место футболка который десять лет чемпионат европы проходил который в украине был до в украине и в польше он в двух государствах проходил вот то что сегодня возвращаясь к твоему вопросу стоит пересечь границу и пограничники переносят на руках детей пропускают людей без документа дети каждый пограничник считает своим долгом и необходимостью дать ребенку куклу игрушку какую-то плюшевую конфету и так далее раздается вот все что необходимо сбор идет по всей польше и денег и всего у путина осталось действительно только одно оружие ну как бы военно-морские силы на сухопутные территории плохо применим этого к сожалению действительно огромное преимущество в кс-а которые и не посчитали все те кто говорили о том что недостаточно войск путин повторяет в украине сирийский вариант победа в кс это то что он хочет сделать поэтому стереть он конечно готов стереть всю украину с лица земли точно и совершенно правильно что надежда на то что он остановится нет никакой потому что то что сегодня было сказано что запад это лжи ложь и враг россии это что он говорил и говорят это на российских каналах я это сам не один раз слышал что и варшава в общем-то российский город и хельсинки в общем-то российский город и вспомните то что сказала мария захарова товарищ захарова о том что россия ответит финляндии за попытку вступления в нато и так далее поэтому надеяться на то если кто-то на западе или где-либо вообще надеяться на то что украины съев украину россия подавится и на этом успокоиться отбросьте эти надежды к сожалению это пойдет дальше как не останавливался быцновятый фюрер средине прошлого века так не остановится и это тем более имеющая поддержку вот таких вот людей увы не только в российской территории но в так называемом созданном ими русском мире но вот это русский мир это интересная вещь он происходит к сожалению нас если вы господа читаете комментарии которые у нас идут это это хороший слепок того что мы имеем есть звонки сереж здравствуйте вот юрий табах сейчас там в киеве и он все время говорит что надо собирать деньги а вот куда перечислять и вы знаете вот я смотрела вчера дождь там вот в санкт-петербурге в москве в екатеринбурге люди идут выступают выходят их арестовывать но они тут есть руки очень положительные люди народ никто не говорит говорят в первую очередь если это общество там кто что подписываются письма от разных сообществ кинематографистов музыкантов архитекторов и цитара и цитара это все очень хорошо но пока что даже самое первое письмо льва пономарева собрало чуть больше миллиона человек поймите мы говорим о 140 миллионной стране в соединенных штатах америки вьетнамскую войну остановила не миллион а когда весь бродвей был когда все пространство между белым домом и капитолием было в людях а в россии да да конечно ровно два дня тому назад я записала ночной разговор с моим другом режиссером он стоит на ю тубе и это была суббота как раз суббота такая мирная хорошая суббота можно сказать когда убивали украинцев а киев днем при том что был комендантский час военное положение он был пустой мертвых город и вот мой друг прекрасный публицист прекрасный кинодокументалист а он снимал вот этот город он не снимал военных он не снимал ничего он снимал мертвый город который живой который вот вот как затаил дыхание как как в комик находился и мы с ним говорили на тему россиян которые 140 миллионов и он я задала вопрос вот нам показывает ну вот там вышли на демонстрацию а потом приехали автозаки загребли всех и больше на демонстрации никто не выходит это говорят люди украинцам которые прошли через майдан через кровь через войну вопрос аж чем вы готовы пожертвовать в этой жизни в украинском гимне есть такие слова душу и тило мы положим за нашу свободу то есть здесь основополагающая разница понимаете не боже царя храни а душу и тело мы положим за нашу свободу вот в этом разница ментальная и люди будут сражаться за свою свободу поэтому они непобедимы что касается вот этих людей как сказал мой друг самый близкий друг коллега с которым мы снимали столько по всему миру и вообще снимали и видели этот мир он сказал пока каждый россиянин не станет пока каждый россиянин не скажет хватит вот до тех пор вы можете выходить на ваши митинги в поддержку и до первого удара по морде а потом вы будете сидеть дома потому что тысяча вышла а миллионы не вышли лен я позвольте буквально два добавления к вам сделаю если там нет звонков да пожалуйста грехи киев ни в коем случае не мертвый город это была сделана специальная операция киев живой город город в котором есть проблемы как у любого прифронтового города но город живой и я имел счастье выступать и общаться с украинской молодежью с теми кто за эти восемь лет вырос и кому сейчас по 20 22 там 25 лет они никогда не встанут на колени они будут предпочтить предпочтут умереть стоя чем жить на колени к сожалению россияне очень многие обзавели кто смог обзавестись чем-то за эти последние 30 лет чья жизнь как им кажется немножко удалась за эти последние 30 лет во многом готовы к сожалению жить на колени вот в этом проблема как впрочем это свойственно не только россиян беда запада в том что очень многие в принципе в том числе и мои знакомые профессора и так далее говорят ну мы же пережили в конце концов 50-летнего у нас у нас звонок гриш извини давай мы примем его пожалуйста слушаем вас я звоню из вашингтона вчера было ралли перед белым домом было очень много народа были с флагами украинскими я сама из киева я была там спасибо тоже приходят но конечно в основном были украинцы и русские американцев было мало спасибо пастор читал молитву и пели гимн украины спасибо еще на звонок нет так ну это лишний раз доказывает что когда мы говорим что были действительно массовые демонстрации она так и есть потому что для некоторых особо таких которые называют себя соотечественниками у них несколько иные представления о происходящем у нас звонок до серёж добрый день слушаем вас американский народ не выбрал байдена и всю эту кумари вместе с ним не было бы этой войны поэтому надо подумать о том а что у нас здесь творится вот мы ругаем российский народ а у нас такое же быдло как и как и там поэтому надо думать о том чтобы здесь изменить да 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 слушаем ответе он пожалуйста не люблю потоки сознания скажите пожалуйста кого сейчас бомбит америка своего соседа кого она бомбит то у нас плохой президент да у нас от 30 отвратительный президент и мы его не выбирали мы за него не голосовали мы голосовали за другого человека и не надо вот здесь рассказывать да у нас отвратительный президент что вы сделали для того чтобы его не было только пришли голос вы сделали я например помогала и стояла и продвигала тех людей которые будут потом менять вот этих левых мы работаем когда мне говорит что мы делаем вы себя спросите что вы сделали не умы пока вы будете говорить мы и подменять понятие местоимением множественного числа начните себя я сделала я сделала спасибо у нас последний звонок мы примем потом закончим передачу уже добрый день слушаем вас спасибо большое что дали возможно сказать я вам хочу сказать что нужно смотреть в корень кто виноват в этом ужасе не один путин а в такой же степени виноват байден он ему разрешил это сделать они в связке и очень много признаков есть потому что именно байден говорил что будет это самое инвейшн откуда он знал больше никто не знал они договорились и байден сказал чтобы зеленский убирался из киева вроде бы убирался очень заботился о нем если вы послушали наши передачи если вы читали нашу статьи которые лично я написала вагон и тележку там все было сказано вот то что вы сейчас говорите мы тоже говорим но сейчас это второстепенно потому что существуют первостепенные вещи это война которую ведет конкретно россия и все остальное после победы украины мы разберемся кто где знаете как весна растает снег мы увидим кто где гадил я хочу добавить очень простую вещь одна из уважаемых слушателей радио спросила как можно помочь и что я обещаю что я знаю у меня нет просто конкретных цифр сайты сбора средств который без польши я передам обязательно народному радио гриш мы публикуем у лены стоит на фейсбуке эта информация она везде есть украина перечислять деньги сейчас очень сложно а больше ну просто украинская банковская система к сожалению тоже испытывает определенные естественные для войны проблемы а польская банковская система нормально и она то что до последнего гроша не даже не цента именно гроши все пойдет только на украинское общество и на то чтобы украина смогла дать отпор агрессору вот это стопроцентно потому что здесь все очень хорошо понимать что украина сегодня воюет за нашу и вашу за свою и нашу в том числе и американскую и французскую и немецкую и польскую и общую свободу либо мы останемся свободным миром либо мы встанут на колени начнем лизать сапоги агрессор спасибо друзья я подведу итог этой передачи дело в том что тема это к сожалению не закончится ни сегодня ни завтра мы вернемся обязательно и всех я хочу анонсировать нашу беседу вот в этом же составе с григорием амнуэлем и елены приговой на тв-клубе континент и завтра утром вы сможете ее уже увидеть на ю тубе спасибо всем кто слушал будьте здоровы и слава украине слава украине слава